привет мои дорогие у нас сейчас будет расклад такой вот небольшой мы в общем посмотрим сделаем прогноз на конец октября 23 года и вот сейчас когда я его делаю у меня ночь 19 октября через 15 минут будет час ночи и мы с вами посмотрим на герметическом таро что наш ждет в конце девочки этого октября давайте посмотрим прогноз на конец октября ждать ли каких-то потрясений или нет тяжелый будет месяц или в принципе для нас будет более-менее подающим надежды я бы так сказала ну что давайте смотреть девочки октябрь с 19 октября до конца месяца октябрь что ждет нас в этом октябре потрясет конкретно потрясет этот октябрь конец октября 15 старший аркан дьявола ну я не буду говорить что вот прям ничего хорошего не ждет да но для нас всех это все-таки старший аркан 15 напомню девочки что еще сейчас растущая луна когда вот я делаю этот расклад до пятерочка тоже на конце пятый день растущей луны по лунному календарю и почему я решила именно сейчас делать этот расклад дальше меня что-то сердце ёкнуло я сначала хотела делать расклад на рассказать где чем заниматься в какой лунный день и какие ритуалы можно поделать но решила сделать этот прогноз так вот так в общем девочки весь этот трындец в нашей жизни точнее не то что в нас именно внутри там а то что вокруг нас он продолжается то есть проблемы те которые существуют в окрас нас волнение и всякий этот трындец у кого-то он больше у кого-то меньше все зависит от того вот мы все разные с вами да но какое-то наше сообщество все равно есть и каждый принадлежит разным эгреграм я сейчас девочки знаете что делаю я сейчас еще тут вот свечи вот так вот поставила сейчас я их зажгу пока мы делаем прогноз чтобы все равно это все плохое от нас уходила это такие свечи полынные с полынью девочки я в этом году много полыний засушила и в общем сейчас мы будем с вами гадать дальше в общем готовьтесь точнее не перестала не расслабляйте булки в этом в октябре девочки нас еще ждут какие в кавычках приключения будьте готовы к этому да то есть если у кого-то выпали какие-то на долю уже испытания будьте сильными и справедливыми самое главное когда выпадает старший аркан дьявола что в любых делах которые сейчас у нас выпадают на нашу долю мы должны быть справедливыми справедливыми на стороне добра я вам так скажу если у вас какие-то плохие сейчас времена но конкретно да то есть у вас там с деньгами проблемы беды какие-то горести где делайте хотя бы день какое-нибудь одно доброе дело у меня кстати любимый вопрос когда например с кем-то разговариваю часто задаю такой вот вопрос что-то сделал хорошего сегодня но вот что ты сделал скажи мне пожалуйста хоть одну вещь хорошую вот не даже для себя да ну а для других то есть по 15 старшему дьяволу я вам советую так до отталкиваться вот такой мысли что чем например хуже вы себя чувствуете у вас например плохое самочувствие волнение подавленное состояние какая-нибудь болезнь и все остальное делайте какое-нибудь доброе дело даже не сколько для себя для других то есть запускайте добро в тот мир скажем так темный который вокруг нас существует но сейчас так девочки давайте дальше посмотрим прогноз на конец октября что у нас еще в октябре двадцать третьего года ждет принцесса мечей но это нам женщинам придется быть очень сильными принцесса мечей это для нас всех это не для мужчин выпало даже больше сколько для женщин на женскую долю в этом конце этого месяца больше каких-то испытаний идет чем для мужчин давайте еще посмотрим октябрь прогноз на октябрь общие маг и старшие арканы принцесса мечей и маг это что-то девочки у меня даже вот сейчас как видение такое идет я не знаю что это такое за палка а поэтому может не знаю что за палка палка которую держишь вниз какой-то рабочей поверхностью то есть что-то одно работает это как палка поддержка знаете какая старики ходят с палочкой да то есть вот именно та часть которая касается земли земли она как важно это может быть а там и нож для ритуалов которые втыка вниз направлен до вниз и получается так как тут принцесса мечей выпала с магом да это тоже что-то как направленное вниз рабочий основной своей частью возможно это девочки даже вот свеча вот если взять например свечу скорее всего это даже самое лучшее время для того чтобы делать отливки и а кстати собралась тут снять про отливки рассказать на воду на мочу на молоко и кровь как делать отливки на землю можно делать отливки и много как у меня даже есть видео как держать свечи да что мы делаем когда так держим свечу и когда мы ее переворачиваем когда мы ее вот так вот держим поджигаем с двух сторон то есть вот такие вот дела важное то что будет менять вашу реальность так как вы захотите будет будут какие-то инструменты направлены вниз рабочие своей частью и я сейчас говорю очень в общем этому могут быть совершенно разные ваши вещи но все же да вот такие вот дела и вот у меня например есть некоторые вещи которые вот тут рядом со мной всегда да вот у меня вот есть смотрите такой вот атомчик он с латунике сделан он вообще-то вот это вот нож такой атом древней девочки болотон написано но это изначально типа было не не атом а для разрезания писем для вскрытия писем но чем прикол он вот совершенно такой вот тупой то есть письма им не разрежешь и это любимая моя вещь потому что я очень легко пользоваться во первых совушка двойная такая вот как не переверну все время сова и вот это вот штучка мне нравится то что держать люблю кстати вот а там и что я сама делаю да тоже как кольца туда креплю как чтобы можно было тоже как брелок на чтобы кольцо было можно на палец было повесить вот такие вот дела то есть я даже тут положу чтобы вам было напоминание что все вниз все вниз дальше давайте посмотрим прогноз на конец октября вы не вы не вот кто например первый раз на моем канале или вот ждет девочки чего такого практичного вы тут особо этого не ждите этот прогноз он у меня больше даже не на картах таро тут больше идет чтение нет не таро а я бы даже сказала вот как у меня было в автоматическом письме автоматическое письмо это у меня в моем закрытом сообществе было такое не очень при приятное за эти что стало девочки вот такое видели вообще ну ладно давайте дальше смотреть прогноз на конец октября что нам ждать чего ожидать верховная жрица от нас от женщин будет зависеть будущее то есть ноябрь месяц это будет даже женский месяц знак женской силы но в этом месяце обязательно мы должны делать с вами ритуалы то что касается магии либо кто не занимается ритуалами по сходите в храм свой который относится к вашей религии посетите даже если вам лень вы давно не были посетите девочки смотрите на цвет тут девочки c был виден цвет а сейчас черным стал увидели какого цвета красного ладно давайте дальше смотреть прогноз на конец октября четверка мечей будет такое состояние у каждой из нас то что мы будем очень сильно волноваться и мы и это волнение будет связано с тем что мы не будем знать куда нам идти то есть будут какие-то волнения связанные с по дезориентации будут волнения связанные с тем что мы будем не понимать в какую сторону нам идти туз пентаклей вот это вот черная дыра выпала тузом пентаклей да то есть к чему это непонимание куда нам идти почему семерка кубков с кем императрица смотрите девочки это сложно сейчас будет объяснить но я постараюсь какой нас прогноз ждет в этом месяце б будет у каждой из нас рано или поздно завтра либо через несколько дней может там 30 могу уже только вот 35 октября но это кутрирую да может случиться такой момент что мы будем на каком-то распутье и это не будет выбор какой-то мы просто запутаемся кто-то из вас может в чужом городе заплутать кто-то из нас не будет знать переезжать куда-то или не переезжать кто-то из нас будет думать ну короче все что связано с дорогами все что связано с каким-то распутьем мы попадем в такую вот стрессовую ситуацию где мы с вами запутаемся и не будем знать, куда нам идти. И наступит вот этот вот чёрный туз Пентаклей, когда вот это вот как глаза закрывают копейками, да, то есть вообще осознание того, что вообще, что случилось, почему я здесь, и здесь ли я. Полнейшая какая-то такая дезориентация идёт. Но дальше смотрите, как мы выходим с Верховной Жрицей, которая сама пришла на этот перекрёсток, да, нас, это, девочки, приводит это всё. Но этого бояться не стоит. В этой дезориентации это, возможно, у кого-то это произойдёт, как потеря сознания. Раз мы уже об этом говорим, то, скорее всего, это может у кого-то, да, потеря сознания быть, обморок какой-то. Кто-то заплутает в городе, кто-то будет думать, куда ему деться в этой жизни, да. То есть, и особенно это ждёт женщин. Мужчина это будет как-то касаться, но не так сильно, как женщин. Но у женщин то точно. Ну, потому я говорю у нас. Дальше, девочки. И смотрите, как мы переходим через ту Спентаклей, это через эти врата, с Верховной Жрицей переходим в Императрицу. То есть, когда уберутся эти монеты с глаз, когда глаза откроются. Монеты глаз, если кто-то понимает, это я про мёртвых говорю. Смотрите, девочки, что... И даже мне не далось, чтобы это нормально убрать. Вот как чувствую какую-то херню, я, девочки, её чувствую. Кстати, не только я. Мне там есть один человек знакомый, скажем так, с эватаркой, с выставкой мира. У себя, как говорится, на страничке. И вот он говорил про одно число, про 23-го говорит, так, что там... Подождите, вы всё поймёте. И куча скептиков на него обрушилась. Это я сейчас просто рассказываю и убираю воск с руки. Причём, знаете, так, как бы, вроде бы и много меня пальнуло, но не обожгло. Блин. И на паузу просто не хочется нажимать, чтобы с вами ещё поговорить. Смотрите, что произошло, девочки, на моих-то картах. И всё начиналось, напомню, с дьявола карты. Ну, это не страшно. Смотрите, какая отливка у нас получилась. Что какая-то башня упадёт. Какая-то, может, и башня упадёт. А карты, они все ламинированные, поэтому, знаете, когда, например, даже делаешь отливки восковые, это потом с карт легко это всё убрать. Но я уже не буду до конца убирать, мы будем дальше с вами смотреть, девочки, что ждёт. Ну, скажем так, не особо что-то хорошее. Потом почище. Готовимся, девочки, потеряться, как говорится. А дальше что? А, ещё хотела сказать про этот переход с Верховной Жрицей в Императрицу. То есть, Верховная Жрица — это всегда полумёртвое, полуживое. Это что-то из постороннего мира. А Императрица с Императором — это живые люди, это королика-королева, это люди, обладающие какой-то такой властью и доносят это до народа. Верховная Жрица никогда до народа ничего не доносит. Она, как оракул, работая только с тем, кто к ней придёт, наедине, как говорится, или молится богам, или, например, служит Верховная Жрица, Второй Аркан, Пятый Аркан Верховного Мага по бокам от Третьего и Четвёртого. Третья и Четвёртая — это у нас Императрица и Император. Это такой небольшой курс Таро. Так вот, девочки, Верховная Жрица и Верховный Жрец служат, соответственно, Верховная Жрица Третьему, а Верховный Жрец Пятый — Четвёртому. Императору служат. По бокам так лежат. И смотрите, Верховная Жрица, она переодевается, переходит через вот эти какие-то ворота и становится Императрицей, то есть полностью живой. Это какое-то перерождение, девочки есть. Вот все говорят про 13-й старший аркан смерти, что это преобразование, перерождение, да? Но тут и без 13-го аркана такое вот перерождение идёт. Принцесса Кубков. А тут семёрка Кубков. Это за руку кто-то держать будет. Или вы кого-то будете за руку держать, или вас за руку кто-то будет держать. Ладно, давайте ещё посмотрим. И что будет дальше? В октябре луна. Что будет дальше? Королева Жезлов. С луной. У нас сейчас растущая луна, потом будет, девочки, убывающая луна, новолуние, да? Ой, полнолуние мы с вами тут ещё увидим. В общем, со сменой лун будут приходить деньги. То есть, как только луна поменяется, какой-то денежный приход ждите. И королева Жезлов – это вы. То есть, вам за что-то заплатят. Или подарят деньги. Может, это какой-то юбилей, там ещё что-то будет, да? То есть, со сменой луны дарятся какие-то деньги, приходят какие-то деньги. А принцесса Кубков, почему ты тут выпадаешь? Вы как кубик ещё меняете. Шестёрка Кубков. Как это ты так оба образ меняешь? Влюблённые. Короче, девочки, из хорошего. Девятка Пентакли. Какой-то холостой мужчина поменяет нам в наш внешний образ. То есть, что-то изменит. Тут может быть всё, что угодно. Холостой мужчина, который изменит образ. То как? Возможно, кто-то к парикмахеру, мужчине пойдёт. Может, девочки кому-то шапочку любимую купить, да? А может, вот, платье, там, не знаю, кольцо тоже, всё остальное. То есть, образ вы поменяете, но похорошейте. Из, как говорится, из всего этого транзица, скажем так, у которого вокруг нас, мы хорошеем, как ни странно. то есть, мы меняем образ, и мы становимся нежнее, красивее, потому эта императрица и выпадает. Она показывает, красивая императрица идёт. То есть, красивее им, девочки. Что ещё ждёт в этом октябре? Туз Жезлов. Две карты слиплись здесь. Ну, давай посмотрим, что это такое. Семёрка Пентакли. Девятка Мечей. Не ходи навстречу в темноте. То есть, будет какая-то запланированная, возможно, свиданка, да? Возможно, у кого-то... Девочки, когда вы идёте? Сейчас, конечно, день у нас очень уменьшился, и много чего мы делаем по вечерам, да? Так вот, вечерами, когда вы выходите именно на свежий воздух, не в помещении, а именно на свежий воздух, я вам советую, да, на каждый такой выход брать какой-нибудь отдельный амулетик, да? Отдельный... У вас у всех есть какие-нибудь браслетики, там, калачасики, кулончики, красную ниточку возьмите на руку, повяжите, там, или ещё что-нибудь сделайте, да? Потому что вечером какие-то такие неприятности идут. То есть, когда стемнело, и вы выходите на свежий воздух, и мне здесь идёт, как будто вот прям, когда вот целый, например, день дома сидишь, а потом вот вдыхаешь этот воздух, но темно, но темно. Свет вижу, фонари какие-то идут, да? Но их очень мало, почти темнота этих пару фонарей. А что там? От чего неприятность может быть? Умеренность. От кого эта умеренность идёт? От короля жезлов. Колесница. От мужчины на машине, девочки. От мужчины на машине. Звезда. Ну, маньяк, в общем так, не попадётся. Ну, почти не попадётся. Почти, девочки, и маньяк, да? Но выдохните. Где-то рядом пройдёт маньяк поздно вечером-ночью. И он на вас посмотрит, да? И у него, как говорится, бровка-то шелошахнётся в вашу сторону, но он ничего не сделает. Но амулетик бы не помешало бы при себе иметь девочки. Потому что он вас не тронет, но он не очень хороший человек, скажем так. Дальше давайте посмотрим. Конец октября. Что ещё ждёт? Двойка мечей. От кого? Туз кубков. Пятёрка кубков. У меня вот сейчас идёт такое, как будто я сижу в какой-то комнате, а вокруг какие-то мне в стены как кто-то стучит. Стучит. И вот со всех сторон, да? Как будто кто-то пилит стену, с другой стороны как стучат. И какие-то звуки такие вот, как строительство. но и какие-то чужие люди, девочки. И идут какие-то... А как это у нас будет касаться? Повешенный королева мечей, император. если у кого-то девочки есть муж живой, да при памяти, да, у него заболеет мать, если она жива. если мать не жива, то есть мать умерла, вы можете следить за своим мужем, если вы замужем, да, потому что он может заболеть болезнью, той, которая болела его мать, умершая. Здесь по раскладу идёт. Если у вас мужа нету, то есть вы не в браке, например, но живёте вместе с человеком своим, да, тоже обращайте внимание, тут меньше идёт, более стёртое такое, да, но тоже как генетическая болезнь по матери, и ваш мужчина может этим болеть. сердце, например, какое-нибудь давление, ещё что-нибудь, вот что было у матери, да, у той, которая померла, да, скажем так, а если не померла жива, то она заболеет какой-то болезнью, вот что идёт. Если у вас никого нету, то есть вы живёте свободно, сама и всё остальное, это девочки где-то рядом, то есть рядом живущие, я думаю, что-то в стены стучат. Возможно, девочки, кто-то рядом живущий, какой-то сосед либо отправится туда, скажем так, в мир иной, да, либо это может быть какой-то развод и расход, вот и всё. Развод и расход у тех, кто живёт где-то рядом с вами. Вот такие дела. А давайте, знаете, ещё что? Посмотрим, что ждёт наших близких. Что ждёт наших близких? Стоит ли за них волноваться? Стоит волноваться за близких. Знаете, за кого? За того, с кем вы больше всего не созваниваетесь или не разговариваете? То есть, тот, кто далеко либо в отъезде в каком-то, это женщина, принцесса Пентакли выпала, То есть, стоит ли волноваться за близких? Стоит. Я бы на вашем месте, знаете, вот, перезвонила всем, написала бы сообщение, как дела, там, троливали, троливали, чтобы вот сбить вот это. Потому что тот, с кем вы не общаетесь, то тому человеку не очень будет в конце октября. Восьмерка Жезлов. Сила. Колесо Фортуны. Самый конец, конец месяца Колесо Фортуны и Сила. Ну, наконец-то, как говорится, на улице праздник. Это нам просто надо будет пережить вот это с 19-го где-нибудь по 28-го, 29-го, девочки. Вот какие-то перетурбации. А потом выпадают уже карты облегчения, скажем так, да, Сила и Колесо Фортуны. То есть, это говорит о том, что ноябрь будет больше удачливый месяц для нас с вами. Более удачливый. Давайте посмотрим, а на деньги что? Что будет сейчас в тегре с деньгами? Потому что много кто переживает. Десятка кубков надо, чтобы копили, девочки, особо не тратьте, да, накапливайте деньги, пятерка мечей, потому что если вы будете тратить, вот так вот, не думая, да, то есть на то, что вам особо и не надо, да, то есть это какие-то импульсивные покупки. К примеру, вот идете в магазин, ой, 150 трусы, скажем так, взять, да, то не надо. Вот просто вот думайте. То есть, если вы это что-то не впервые покупаете, не покупайте, отложите это время до ноября, потому что десятка кубков и пятерка мечей это купил и пожалел, потому что у вас это есть, либо вы этим не будете пользоваться. А что еще по деньгам? А вернут ли долги? правосудие, суд, девочки, мир. Насчет долгов, закрывания долгов, если у кого-то есть, да, я вам скажу так, что касается вас, если вы кому-то должны деньги, то желательно, чтобы вы там часть долга вернули, да, даже хотя бы небольшая денежка, но сколько можете. Если вы у человека одолжили, он поймет, но он хоть будет видеть, что вы, например, долг собираетесь отдавать, да, если это, девочки, какой-то кредит, то, конечно, мы закрываем, но платим на плюс одну, один рублик, что-нибудь на конце в большую сторону, да, не недоплачиваем, а немножко хотя бы на один рубль, на 10 рублей, там, или еще на сколько можете, на шестерочку, я обычно, знаете, люблю на шестерочку переплачивать, да, чтобы, ну, чтобы работал хорошо денежный канал, то есть отдавайте долги, пытайтесь с ними, не то, что там в себе в ущерб, да, но пусть движение будет, а если вы, например, вам кто-то должен, то, девочки, тоже будьте осторожны вот с этими долгами, потому что это такая тема, скажем так, святого возмездия, да, то есть, если вы в обиде, в каком-нибудь таком вот состоянии, будете стрясывать долги должников своих, они будут думать еще, как бы вам отомстить за то, что вы к ним гадко подходите, поэтому, если вам должны люди, да, если это такой долг, который можно простить, и вам, например, он вас не особо колышет, простите, будет платить, будет, не будет, не рассчитывайте вот на эти деньги своих должников, если, девочки, этот долг, который вам кто-то должен, вы собираетесь выбивать, тут, видите, какие карты идут, бумаги, суды, и все остальное, это достаточно стрессовые карты здесь идут, стрессовые, правосудие, суд и мир, да, это три старших аркана, надо хорошо подумать, стоит ли вам вообще озадачиваться получением вот этого долга именно в октябре, возможно, надо будет отложить, скажем, на колесо фортуны, да, на ноябрь где-нибудь, в общем, тут такой сложный вопрос с этими должниками, и если вы будете психовать, девочки, насчет этих долгов, которые вам должны, да, там больше этих психов будет, чем на самом деле вот этого долга, а нервы, нервные клетки не восстанавливаются, нервы следует поберечь, я бы вам посоветовала, этот долг пока не трогать, давайте по здоровью посмотрим, прогноз на конец октября, по здоровью, король пентаклей, туз мечей, короче, девочки, у кого-то может быть операция, если у кого-то планируются какие-то оперативные мешательства, либо поход к врачам каким-то, да, который с этими оперативными мешательствами связан, то, вот как ни странно, об этом, конечно, в интернете не особо говорят, но я вам настоятельно рекомендую с какой-нибудь шоколадочкой или конвертиком к этим нужным врачам обращаться, потому что, девочки, как вы, как говорится, короля пентаклей, тут выпадает как шаман, да, туз мечей, который может, как говорится, резать, десятка жезлов умаслить, понимаете, натереть, натереть маслом, чтобы вам же легче было, понимаете, о чем я, даже если не связано именно с хирургией, но вот врачи, которые там делают всякие уколы красоты, там, не знаю, меза, пилинги и все остальное, да, принесите какой-нибудь подарок, умаслите, так, вот такие дела, или не жалейте, если вам ничего не будет, не жалейте денег на витамины, умаслите свой организм, да, поддержите его, а я, кстати, что могу посоветовать, девочки, вообще, такая вещь есть, крутая, да, как просто облепиховое масло, есть в смеси с подсолнечным, но облепиховое масло, вообще, творит чудеса, девочки, его и пить, и прикладывать, и свечи есть всякие, с облепиховым маслом, у меня оно всегда есть, всегда, да, когда заканчивается, я себе покупаю новое, разных фирм пробую, все такое, для чего оно, даже энергетика и заживляющее обладает, да, то есть вы можете вот себя умаслить изнутри, если на то пошло, так, про здоровье мы сказали, витамины сказали, так, и давайте посмотрим расклад на мужчин, например, кто находится в браке, давайте посмотрим, кто живет с мужчинами, как у вас будут складываться отношения с мужчинами, семерка мечей, отшельник, рыцарь пентаклей, шестерка жезлов, не отпускайте мужчину в дальние дороги, это как курица, знаете, три метра от дома уже ничья, ну и как куры, мужчины как куры, типа три метра от дома, и уже ничьи за забором, и то же самое про мужчину, то есть он может творить то, что вам не понравится, когда будет от вас далеко, возможно, даже с каким-то другом, то есть вот предлагайте ему помощь, контролируйте его, или там как-то вот не давайте ему с какими-то вот друзьями там вась-вась быть, каких-то дров наломают девочки, с дружками, так, а если, например, мы погадаем, если вы в поиске, какие будут мужчины вам попадаться в этот конец октября, четверка кубков, и туз кубков, ой, король кубков, это девочки, чем оттягиваете встречи, если вы уже даже назначили, оттягиваете, потому что чем дальше будет к концу октября встреча, чем будет лучшее, чем больше вам нравится будет мужчина, либо мужчины, идет встреча, по четверке кубков, перекресток с королем кубков, то есть, девочки, в этом месяце, кто не сидит на сайте знакомств, сидите, девочки, потому что как раз-таки король кубков как-то приходит, сейчас очень много, кто знакомится в интернете, практически все, ничего тут такого нету, там, одноклассники, ВКонтакте, там, Тиндеры, всякие, короче, сайтов полно, полно, очень полно, поэтому у вас какое-то такое завяжется невероятное знакомство, но его обязательно надо отложить, имею в виду встречу, или такое вот хорошее общение, даже вот с вами хотят вот в этот день какой-то говорит, там, тролливали, скажите, а, я спать иду, давай, завтра поговорим, и вот как-то будет этот король кубков усиляться, понимаете, чем откладываешь его дальше, тем больше он усиляется, интересно, так, мужей мы разобрали, свободных мы тоже, девочки, разобрали, так что ждите, король кубков какой-то будет объявляться, так, и, в принципе, все, девочки, половину колоды с вами поюзали, сейчас мне надо еще ее чистить, минут 10 после этого расклада, кто кого поимел, еще, говорится, тут вот непонятно, в общем, переберу сейчас свои тару, уберу этот воск, скарт, они у меня уже много что такого пережили, почищу, и попрощаюсь, пока-пока,